Привет, друзья мои! В сегодняшнем видеоуроке мы с вами разберем отличный диалог из Мстителей Война бесконечности Ой, друзья, сегодня будет потрясающий урок, потому что это будет Роберт Дауни-младший А там, где Роберт Дауни-младший, это всегда интересный and challenging Тот английский язык, который вызывает трудности и заставляет немножко пораскинуть мозгами Любители английского языка, готовьте тетрадки, ручки, блокноты Записывайтесь, сегодня будет очень классный и насыщенный урок Более того, это Мстители, это Марвел, который суперпопулярный в современные дни И поэтому, друзья, если вы только-только присоединились к нашему каналу Друзья, здесь мы смотрим фильмы, сериалы, мультфильмы на английском языке Это делаем без субтитров, но у нас есть отдельный файл с субтитрами Сегодня вы все узнаете Плюс во время просмотра мы добавляем разные интересные фразы в карточки В конце урока мы закрепляем Для вашего удобства внизу есть таймлайн Перематывайте на нужный вам кусочек, на нужный вам отрывок, чтобы не терять ваше драгоценное время Более того, друзья, буду крайне признателен, если вы поддержите этот канал Хотя бы лайками, комментариями, подписками Ставьте колокольчики, друзья, для меня это очень приятно, что наше комьюнити, оно растет Тех людей, которые хотят изучать английский язык новым, интересным, но эффективным способом Ну и, друзья, по вашим возможностям Все-таки воспринимайте это как полноценный видеоурок Я для вас готовлю этот видеоурок, поэтому, друзья Если у вас есть возможность, небольшие донаты В спонсирование этого видеоурока Все ссылочки есть на мой сайт внизу в описании этого видео Вообще, в принципе, все ссылочки есть внизу И, друзья мои, сегодняшний полный видеоотрезок Видеоотрывок, он будет у меня в Телеграме Поэтому переходите в Телеграм Помимо публикации целых видеоотрезков, которые мы разбираем без моих комментариев В моем Телеграм-канале вы можете непосредственно более плотно со мной общаться Я публикую там разные идиомы, фразы В том числе и в текстовом формате, в красивом таком ярком формате, в видеоформате Друзья, обязательно не пропустите Заходите и посетите мою Телеграм-страничку Ну а сейчас, друзья, без лишних церемоний Without further ado, давайте начнем разбор Как я уже, друзья, сказал Сегодняшний разбор я начну с особого эпизода А то, что было до этого, там, где как раз рассказывается Про вот эти вот камни бесконечности Это вы можете найти, друзья, и посмотреть в моем Телеграм-канале Вот видите, что будет происходить У нас сидит Роберт Дауни Вот это идет яркое представление Вот видите, они все Infinity Stones Вот они все камни бесконечности Потому что целиком отрезок будет слишком долгим для разбора Поэтому я решил это пропустить Вот видите, вот идет объяснение этих камней Вот Стрэндж рассказывает про еще один камень И вот сейчас, друзья, мы как раз начнем разбор Роберт говорит очень быстро То есть скажи мне его сно Скажи еще разок Напомни мне его имя И потом Брюс Беннер говорит Давайте разберем еще разок Plague это какая-то чума Напасть Сейчас я вам покажу текст Смотрите, что было сказано Разберем текст, потом разберем озвучку Он является чумой Видите, plague, если вы переведете слово plague Это переводится как чума Бедствие, зараза или напасть Еще разок Invade это, смотрите, как переводится Вторгаться Вторгаться или захватывать Видите, вторгаться, захватывать То есть он вторгается в планеты Он захватывает, вторгается в планеты То есть он берет то, что ему нужно То есть он Wipe out это уничтожать Вот этот глагол wipe out Это полностью стирать с поверхности земли Уничтожать He wipes out half of the population Еще разок Plague это напасть Чума invades Это вторгаться Wipes out это стирать В конце урока, друзья, я с вас прошу эту фразу Мы с вами повторим, как эта фраза переводится Итак He's a plague, Tony He invades planets He takes what he wants He wipes out half of the population Слушаем He's a plague, Tony He invades planets He takes what he wants He wipes out half of the population Population, да? На что хочу обратить ваше внимание He takes what he wants He wipes out half of the population He takes what he wants Не what he wants А what he wants Слушайте He invades planets He takes what he wants Ага, услышали? He takes what he wants Я сначала подумал, он сказал he said, но он сказал he sent, он отправил The attack on New York, that's him The attack on New York, that's him Говорит, атака на Нью-Йорк, это был он That's him, that is him The attack on New York, that's him What's our timeline? No telling Lo telling, а, lo tell him, да? What's our timeline? No telling Ага, смотрите No telling So what's our timeline? No telling He has the power and space stones What's our timeline? Что интересно было, что он имел ввиду, что what's no telling? Как это переводит? What's our timeline? То есть, типа, где мы находимся, он говорит, да бог его знает No telling Ну, это вот то, что я могу с куста перевести So what's our timeline? No telling Эта фраза no telling имеет какой-то перевод? Давайте, давайте спросим у Яндекса No telling, никто не говорит Да, то есть, видите, эта фраза Никто не может быть уверен, никто не знает и не может сказать No telling, да бог его знает, да? No telling Классно Окей Да, вы это видели по поводу timeline Да, это временная шкала Но, возможно, еще это может видеть и переводиться как график Временной график или срок Deadline What's the timeline? Слушаем What's our timeline? No telling Ага, what's our timeline? Ну, то есть, типа, видимо, Тони спрашивает, говорит Сколько у нас есть времени? На что Брюс отвечает No telling Да бог его знает, никто не может сказать What's our timeline? No telling He has the power in space stones That already makes him the strongest creature in the whole universe Так, давайте, здесь очень сложная, очень сложная речь, но от этого не менее интересно Это очень challenging кусочек He has the power in space stones That already makes He has the power in space stones Yeah, he has the power in space stones У него уже есть камни силы и космоса, space, ну пространства He has the power in space stones That already makes him the strongest creature in the whole universe Он сказал That already makes him the strongest creature in the whole universe, да? Вот это, слушайте That already makes him the strongest That already makes him Давайте я вам покажу текст, чтобы не быть голословным Смотрите That already makes him the strongest creature in the whole universe Попробуйте это услышать Это очень сложно на самом деле было That already makes him That Тренируем, друзья, артикуляционный аппарат Старайтесь вас произвести на слух That already makes him That already makes him the strongest creature in the whole universe He has the power in space stones That already makes him the strongest Он услышал, да? That already makes him That already makes him That already makes him Знаю, что если вы не привыкли к тренировке на слух И не привыкли к аудио Вот именно к английскому аудио Для вас это просто сейчас будет полная каша Но это так и есть То есть просто, имею в виду так и есть Вот так нужно практиковаться То есть вы слушаете, ничего не понимаете Переходите к тексту, читаете и сопоставляете Вот этот текст звучит так Так тренируется понимание на слух То есть вы просто сопоставляете Это так произносится И вот много, очень много разных экземпляров Много разных других примеров И у вас потихонечку вот этот вот шаблон возникает Так, давайте немного остановим Потому что правило 10 секунд Больше 10 секунд отрезок берем Нас могут заблокировать Итак If he gets his hands If he gets his hands То есть если он как бы Положит руки на То есть если он доберется до If he gets his hands If he gets his hands On all six stones, Tony On all six stones, Tony If he gets his hands On all six stones, Tony He could destroy life on a scale Hitherto on He can destroy Давай, еще раз If he gets his hands On all six stones, Tony On all his stones Six stones, Tony Я думаю, что вы это услышали He can destroy Стрэнджи говорит He can destroy life on a scale Hitherto undreamt of Hitherto undreamt of So he can destroy the life He can destroy life on a scale Hitherto undreamt of Hitherto undreamt of И я здесь не слышу Не понимаю, что он говорит Смотрите Он может уничтожить жизнь On a scale Hitherto undreamt of Oh my god So on a scale Hitherto undreamt of Божечки что-то мой Я не знаю, что такое Hitherto До сих пор Hitherto Hitherto Until now Or until the point Hitherto there is a need Это какая-то очень такая Блю-блю-блю До сих пор То есть There is a need to replace What has Hitherto Been haphazard То есть До этого момента Up until now Or until the point In time under the discussion Hitherto Да То есть То, что было до этого момента Так Hitherto undreamt of То есть То, что Не Давайте я покажу текст Смотрите Он может уничтожить жизнь В масштабе Которая даже Не помышлялась до этого момента Undreamt То есть даже В мыслях этого не было В мечтах Hitherto Это очень сложный язык Но так суперинтересный Ага Hitherto Понимаешь, что Это видео могут смотреть Вы можете смотреть С разным уровнем языка С начальным С продвинутым Это достаточно уже такой Высокий уровень Но это не значит Что этот уровень Не подходит для новичков Если вам это интересно Пускай вы знаете Всего лишь 500 Или 600 Или 1000 слов Но теперь вы знаете слово Hitherto Так ведь, да? Hitherto 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 Эту фразу мы однозначно Заносим, друзья Hitherto Это до этого момента Да? Он может уничтожить жизнь В масштабе Который до этого Даже не представлялся Но заносим эту карточку Друзья, в конце урока Я у вас спрошу So he could destroy life On a scale Hitherto Undreamt of Итак, he could destroy life On a scale Hitherto Undreamt of Очень красиво Слушаем He could destroy life On a scale Hitherto Undreamt of Did you seriously just say Hitherto Undreamt of? Он сказал Тоник говорит Ты серьезно сейчас сказал Hitherto Undreamt of? Говорит Ты это сказал? Did you just Did you seriously just say Did you seriously just say Hitherto Undreamt of? Are you seriously leaning On the cauldron of the cosmos? Never done Так Мы разобрали что сказал Роберт Дауни Did you seriously just say Hitherto Undreamt of? Да Did you seriously just say Hitherto Undreamt of? Эту фразу, которую мы уже разобрали На что Стрэндж говорит You seriously leaning On the cauldron of the cosmos? Never done Cosmos Ага Давайте текст Не совсем я слышал Did you seriously just No No Are you seriously leaning On the cauldron of the cosmos? Lean Это наклониться А ты говорит серьезно Наклонился на cauldron Это возможно какое-то слово Которое я не знаю Cauldron По-русски cauldron Это котел Котел космоса У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-гу入 class Котёл космоса Хо-fer cantig coalaken Запишем эту фразу Это слово да? Возможно мы не влажь слово Кау- welfare Кау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Сумма Ну эту фразу мы надзади задонесем Ещё разок. Are you seriously leaning on the cauldron of the cosmos? Слушаем. Are you seriously leaning on the cauldron of the cosmos? Окей, идём дальше. I'm going to allow that. I am going to allow that. Говорит, я, типа, закрою на это глаза. То есть, я собираюсь позволить это дословно. I am going to allow that. Ещё разок. I am going to allow that. If Thanos needs all six, why don't we just stick this one down to garbage disposal? Так, давайте я вам покажу. Объясню, что сказал. If Thanos needs all six, why don't we... If Thanos needs all six... У Роберта одно из самых плохих произношений, очень непонятных. If Thanos needs all six... Ага, if Thanos needs all six... То есть, если Таносу нужны все шесть камней... If Thanos needs all six, why don't we just stick this one down to garbage disposal? Why don't we just stick that down... Six, why don't we just stick this one down to garbage disposal? Why don't we just stick that down to garbage disposal? Показываю текст, потом разберём и послушаем ещё разок. Смотрите. If Thanos... Если Таносу нужны все шесть, это я правильно слышал. Why don't we just stick this one... По this one он имеет в виду камень, вот этот зелёный камень, который находится у Stone, у Stranger. Он и говорит, почему бы не просто нам не поместить, stick как бы поместить. This one down a garbage disposal. Для России это очень диковинная речь. Короче говоря, на кухне у нас есть слив, но в Америке на кухне рядом со сливом, в таком отдельном контейнере есть garbage disposal. Garbage это мусор. Мусор... Disposal это, знаете, такой измельчитель. Измельчитель мусора. То есть то, что обычно всякие там остатки, ошмётки, пищевые. Их просто туда сбрасывают, включают, он... Перематывает, перемалывает и куда-то он... Не знаю уже, куда их спускает. Garbage disposal. Давайте я вам покажу картинку. Когда речь заходит о существительных, мы смотрим картинки. Garbage disposal. Глядите. Вот видите? Это garbage disposal. Да. То есть видите? Вот видите? Вот она сбрасывает и вот... Перематывается, перемалывается и, видимо, это куда-то уходит. Да? Garbage disposal. Вот это из себя представляет garbage disposal. В России... Вот видите? Вот видите? Вот раковина, про которую я говорил. Видите? Здесь раковина, а здесь вот это garbage disposal. Да? Ну, видимо, это потом с водой смешивается и тоже уходит всё. Вот это... О, да. Вот это, друзья, garbage disposal, если вы не знали. Так вот, смотрите ещё раз. Роберт сказал, если Таносу нужны все шесть, почему он просто не избавится от этого шестого камня? То есть по-другому он сказал, не пустить его в этот измельчитель и навсегда лишить Таноса возможности щелкнуть пальцами. Слушаем. Это ещё одна устойчивая фраза. No can do. Типа не можем. Если вы к кому-то, допустим, обращаетесь, спрашиваете, можешь ли ты это сделать? Вы говорите... No can do. Эта фраза необычная, она нестандартная, но она очень часто используется. Видите? No can do. Нет, могу делать. То есть когда вы не можете сделать, вы можете... Вы могли бы сказать... No, I can't do that. Или по-другому... No can do. Странная, необычная, но такая фраза существует. Её очень часто, напоминаю, используют. No can do. Берите, друзья, на выражение. No can do. No can do. We swore on oath to protect the time stone with our lives. We swore this... We swore on oath. We swore on oath. Ов – это такая, знаете, клятва. Я вам сейчас покажу. Can do. We swore on oath to protect the time stone. To protect the time stone. Глядите. Помощник сказал... We swore on oath. Ов – это, по-моему, что-то вроде клятвы. Ов. Присяга, да. Да, да. То есть мы поклялись на присяге. Вот, смотрите. Смотрите. We swore on oath to protect the time stone with our lives. То есть мы поклялись на присяге защищать вот этот вот временной камень нашими жизнями. With our lives. Слушайте. Can do. No can do. We swore on oath to protect the time stone with our lives. And I swore on oath. And I swore on oath. And I swore on oath. Да, и потом Роберт, опять же. Он, на самом деле, то ли он сам дописывает свои линии, свои строки, свои речи, свои реплики, то ли это делает сценаристы специально. Почему я об этом говорю? Потому что у меня есть кусочек из Человека по указному холдам. По-моему, это вторая часть или первая часть. И там тоже он очень много использует таких культурных отсылок и особенностей, которые нам, не носителям, не носителям этой традиционной культуры непонятны. Давайте разберем. Для меня это тоже будет сейчас очень интересно. Давайте разберем, что там было сказано. Во-первых, аудио. And I swore off dairy, but then Ben and Jerry's named a flavor after me, so start craving hazelnuts. Not bad. Так. Это то, что было сказано. Давайте разберем вместе текст и будем потихонечку это сопоставлять с аудио. Глядите. Роберт парировал. Он сказал, and I swore off dairy. То есть, swear off. Ну, видимо, я поклялся не есть молочку. To swear off. Ну, давайте посмотрим, как переводится swear off. Обратимся сначала к Яндексу. Swear off. Обещать или быть более... Да, да, да. Да, 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 да. Да, swear off это поклясться чего-то не делать. Поэтому swear off dairy. О, окей. Это классная фраза, друзья. Мы её обязательно запишем и я вас в конце спрошу. Во-первых, no can do. Эту фразу я не записал, но вы знаете, no can do, типа не могу это сделать. Swear off dairy. Поклясться отказаться от молочных продуктов. Напоминаю ещё разок, swear off это поклясться что-то не делать. Глядите текст ещё разок. And I swore off dairy. То есть, я поклялся не есть молочную продукцию. Слушайте. And I swore off dairy. Ага, and I swore... Ещё разок. And I swore off dairy. And I swore. То есть, поклялся не есть. Берите на вооружение. То есть, когда вы хотите сказать, я поклялся, не знаю, не делать этого. I swore off doing that. Угу. And I swore off dairy. Так. А потом было сказано. But then Ben & Jerry's named the flavor after me. Так. Всё становится на свои места. Ben & Jerry. Ben & Jerry это, видимо, марка каких-то молочных продукций. Марка мороженого. Глядите. Давайте сейчас узнаем. Сегодня будет очень интересный урок. Ben & Jerry. Что такое Ben & Jerry? Это мороженое, имидж, картинки. Ааа. Да. 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 Я очень часто встречал эту. Ben & Jerry это очень популярная марка мороженого в Америке. Видите? Ben & Jerry. Да? То есть, это марка мороженого. Ооо. Вот видите, друзья, почему важно смотреть в оригинале. Друзья, я при редакторе вставлю вам, как это перевелось на русский язык. Не знаю, как они это перевели. Для меня это будет тоже сюрпризом. И для вас будет сюрпризом. Вот после этого момента. Мы дали клятву беречь этот камень, как зеницу окна. А я сесть на диету. Но Ben & Jerry назвали мороженое в мою честь. Так вот, в английский это было сказано. То есть, я поклялся не есть молочку, но Ben & Jerry назвали вкус в честь меня. Итак, давайте еще раз обратимся к тексту. Я поклялся не есть молочную продукцию, но Ben & Jerry назвали named a flavor. Flavor это вкус, вкус мороженого. Назвали в честь меня after me, дословно после меня, по-русски в честь меня, да? Но Ben & Jerry назвали вкус в честь меня. Еще разок проговариваем. And I swore of dairy. Делайте это вместе со мной. And I swore of dairy, but then Ben & Jerry named a flavor after me. Слушаем. And I swore of dairy, but then Ben & Jerry's named a flavor after me. So start craving hazelnut. Угу. Да. Отличная фраза. Я у вас в конце урока сегодня спрошу ее. And I swore of dairy, but then Ben & Jerry's named a flavor after me. So. Stark raving hazelnuts. Not bad. Stark raving hazelnuts. Not bad. Stark raving hazelnuts? Stark raving hazelnuts. Not bad. Not bad. Так, давайте еще разок. Stark raving hazelnuts. Stark... А что такое raving? Я не знаю, что такое raving. Raving – это бред сумасшедшего. А, это еще одна парированная шутка. Стрэнджем? Слушайте. Stark raving hazelnuts. Not bad. Not bad. Так вот, Тони сказал, что вот эти вот Ben & Jerry назвали вкус, и потом Стрэндж как раз и саркастически говорит. То есть типа, hazelnut – это фундук. Фундук – бред сумасшедшего Старка. Старка ладный миндаль. Ничего. Предположил ему назвать… То есть предложил ему дать название вот этого мороженого. Stark raving hazelnuts. Raven – это будет бред сумасшедшего. Stark raving hazelnuts. Ну, на что парирует Тони Старк. Not bad. Ну, неплохо. Говорит, отличное название для нового вкуса. Слушайте. Stark raving hazelnuts. Not bad. A bit chalky. A bit chalky. Уха-ха-ха, класс. Старка ладный миндаль. Ничего. Приторновато. Chalky – вообще chalk – это мел. Вот глядите. Chalk, если мы просто перевернем chalk, это будет… Chalk – это, видите, это будет мел. Но если мы перевернем chalky, это, видите, будет известковый меловой. Очень… То есть это насыщенно состоящий из мела. Или resembling chalk in texture or paleness of color. То есть меловой, то есть как бы напоминающий. Resemble – это напоминать. Напоминать мел по текстуре. И вот это paleness – это вот белый оттенок в цвете. Ну, в принципе, я думаю, что… В принципе, это можно сопоставить, да. То есть мороженое низкого качества, если вы когда-нибудь пробовали мороженого низкого качества, а на медню мне выпало это сделать. Так вот, если мороженое очень низкого качества, оно имеет такую текстуру, вот как раз меловую текстуру. Такое сухое, текстур мела, и по цвету оно напоминает тоже белый цвет. То есть как бы вот это вот… Чоки – это показатель плохого качества мороженого. О, друзья! Я даже… Я посмотрел этот эпизод до этого, но я не подозревал, что есть такие детали. В этом, друзья, заключается как раз особенность работы, вот особенность для чего я создаю подобные видео. И особенность этого подхода – это что, когда вы смотрите первый раз, ну, вроде бы понятно. Потому что ключевые какие-то слова вы понимаете, и у вас как бы складывается примерная общая картина. Но когда вы начинаете копаться в деталях, для вас открывается абсолютно новая вселенная вот именно новых интересных слов. Поэтому это я делаю, и я мотивирую вас заниматься этим же самым, друзья. Это очень интересно. Многие спрашивают, по каким материалам учить? Да вот, возьмите фильм, возьмите сериал, покопайтесь, скачайте субтитры, спросите у меня, где это скачать. И разобрав один фильм – это как больше 20 лет изучения в школе. Ну, потрясающе, ведь! Ну, потрясающе! А? Слушаем еще разок. Старк рэвинг хейзлнэтс. Not bad. Bit chalky. Беспантовенький, говорит, вкуса. Bit chalky. Старка, ладно, миндаль. Ничего. Приторновато. Давайте эту фразу, наверное, тоже запишем. Старк рэвинг хейзлнэтс. Not bad. Bit chalky. Старк рэвинг хейзлнэтс. Not bad. Bit chalky. Слушайте. Старк рэвинг хейзлнэтс. Not bad. Bit chalky. Потрясающе. Идем дальше. A hunk of hulk of burning fudge is our favorite. That's a thing. Whatever point is. Так. A hunk of hulk of burning fudge is our favorite. That's a thing. That's a thing. That's a thing. Это реально есть. That's a thing. Переводится как, типа, такой вкус реально есть. Я вам сейчас переведу, как переводится этот вкус. Послушайте, как сказал Hulk. That's a thing. Говорит, такой вкус реально есть. That's a thing. That's a thing. А до этого он сказал помощник. A hunk. Что такое hunk? Hunk of hulk. Hunk переводится как large piece of something. То есть большой кусок чего-то, да? Ломать, да? Да, вот видите, ломать. Hunk. Смотрите, как это переводится. A hunk of hulk of burning fudge. Что такое fudge? Fudge это такое, знаете, это шоколадный, шоколадная поливка. Наверное, да. Вот так я переведу. Как это переведется fudge? Чепуха? Нет. Fudge это переводится сливочная помадка. Но это не сливочная помадка. Смотрите, если вы посмотрите в интернете, fudge переводится как, глядите, chocolate fudge. Вот видите, вот это fudge. Ага. То есть это какая-то шоколадная субстанция. Очень часто chocolate fudge это то, что мы, вот эта поливка шоколадная. Fudge. А вообще fudge, смотрите, переводится как type of a sugar candy. То есть это сахарная конфета, которая сделана из смеси сахара, масла, молока и heating, это softball, то есть это потом подогревается, а потом охлаждается. Вот это вот fudge. Угу. Так вот, вкус, который был, a hunk, то есть огромный кусок халка и горящий fudge is our favorite, наш любимый. Халка, пломбир с фисташками, вот эта вещь. И такой есть. Я когда смотрел мсители, я даже не подозревал, что вот такие вот тонкости интересные есть. Теперь вы, друзья, о них знаете и вы не зря посмотрели этот видеоурок. Смотрите. A hunk a hulk a burning fudge. A hunk a hulk a burning fudge. A hunk a hulk a burning fudge. A hunk a hulk a burning fudge is our favorite. That's a thing. Whatever point is. Whatever point is. Говорит, суть в том, вот эта вот фраза the point is, суть заключается, Старк говорит, что бы там ни было, говорит, хватит уже говорить про эти вкусы. Whatever point is, things change. Our oath to... Things change. Говорит, вещи меняются. Он говорит... Whatever point is, things change. Things change. То есть, вещи меняются. То есть, всё движется, время идёт, things change. Время меняется, вещи меняются. Things change. Our oath to protect the time stone cannot change. Ага. Our oath. Помните? Ов это будет присяга. Our oath. Our oath. Our oath. Помните, как это? Ов это будет присяга. То есть, говорит, our oath don't change. То есть, наша присяга защищать камень, она не изменяется. Our oath. Слушайте, ещё раз. Our oath to protect the time stone cannot change. Yeah. Она не может быть изменена. Да? То есть, наша присяга не может быть изменена. Дальше. And this stone may be the best chance we have against Thanos. And this stone may be the best chance we have against Thanos. Он говорит, Thanos. Он говорит, и этот камень может быть является нашим лучшим шансом против Таноса. Пока. Давайте покажу. Посмотрим ещё, послушаем ещё. And this stone may be the best chance we have against Thanos. How we have against Thanos. Слушайте. Смотрите. And this stone may be the best chance we have against Thanos. Да? И этот камень, возможно, является нашим лучшим шансом против Таноса. Слушайте. And this stone may be the best chance we have against Thanos. Yes? And this stone may be the best chance against Thanos. Пробуйте вместе со мной. когда вы смотрите, произнесите слух. Так, что сказал Тони? Не слышу, друзья, не слышу. Обращаемся к субтитрам. То есть, да, как бы в противоположность, да, conversely, наоборот, да, and conversely. Классно, классно, классно. Давайте еще разок. Тони сказал, yeah, so conversely, поэтому наоборот, это может быть также и его лучшим шансом против нас. То есть, Стрэндж говорит, что этот камень, возможно, является единственным, что может нас спасти, да, на что Тони отвечает, окей. И наоборот, этот камень может быть единственным, что может нас разрушить, разрушить. Yeah, so conversely, it may also be his best chance against us. Слушаем. Yeah, so conversely, it may also be his best chance against us. Я теперь что слышу? Я надеюсь, что вы тоже слышите. Это обязательно я вас спрошу conversely, это будет наоборот. And conversely, слушаем еще так. Yeah, so conversely, it may also be his best chance against us. Угу, вот оно, понимание на слух. Сначала я не понимал, посмотрел текст, сопоставил, послушал, теперь я понимаю. Well, if we don't do our... Us. Well, if we don't do our jobs. What is your job exactly besides making balloon animals? Making balloon animals. Ссора происходит. Старк говорит, что... Видите, такая натянутая атмосфера здесь. Старк говорит, что этот камень может быть злом, и может быть... Его действительно нужно уничтожить, потому что это единственный способ Таноса победить нас. На что Стрэндж говорит. Us. Well, if we don't do our jobs. Слушайте. Us. Well, if we don't do our jobs. Ага. Well, if it's us. Well, if we don't do our jobs. What is your job exactly besides making balloon animals? What is your job exactly besides... Кроме того, помимо того, чтобы делать животных из воздушных шаров? What is your job exactly besides... What is your job exactly besides making balloon animals? Ага, besides making balloon animals. Слушайте еще разок. What is your job exactly besides making balloon animals? Ага, what is your job exactly besides making balloon animals? Слушайте еще разок. What is your job exactly besides making balloon animals? Ага, making balloon animals. Так. А я покажу текст, чтобы вы имели в виду. Видите? What is your job exactly besides making balloon animals? Да? Не обманул я вас. Ага. Besides making balloon animals. Идем дальше. Protecting your reality. Protecting your reality. Защищать твою реальность, твою вселенную. Protecting your reality. Душбэк. 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 Смотрите. Душбэк – это оскорбительное слово. Я вам сейчас переведу. Если нас смотрят дети, пожалуйста, пропустите этот момент. Либо закройте экран, закройте глаза. Потому что дюшбэк может быть достаточно грубовато переводиться. Смотрите. Дюшбэк. А вот видите, даже на русский язык он не хочет переводить. Обращаемся к Яндексу. Яндекс должен помочь нам. Ну, придурок. Друзья, не так страшно. Дюшбэк переводится как придурок. Вообще дюш переводится как дюш-душ. Обливание. Ну, дюшбэк. Дюшбэк – это придурок, друзья. Дюшбэк. Окей, друзья. Урок немножко затянулся. А у меня еще есть большой кусок, который я хочу с вами поделиться. Хочу вам рассказать. Этот эпизод я разберу не полностью. Я разберу самую интересную часть. Если вы хотите посмотреть этот кусок полностью, друзья, переходите в мой Телеграм. В мой Телеграм. И, друзья, как находить? Если вы посмотрели это видео не в момент выпуска. Точнее, не в момент выпуска. И вы не можете найти в Телеграм. Вы просто заходите в Телеграм. Если вы с телефона зажимаете название моего канала, у вас... Сейчас вы увидите на экране. У вас высвечивается поиск. И просто вводите название этого видео. И вы увидите, если там уже много всего было опубликовано после этого, если вам тяжело на течение... Вы увидите название этого урока. И вы увидите название этого видеотреска, друзья. You're welcome. Итак, на что я хочу? Там они рассуждают про vision, да? То есть... Друзья, посмотрите, какое интересное слово использовал Халк. Вы услышали слово тейбл? Вы услышали слово тейбл? Глядите, я вам покажу текст. Просто для меня это является шоком. Для меня слово тейбл это тейбл. Ну да, слово тейбл. Но, но, смотрите. Окей, гайз, could we table this discussion right now? Тейбл, стол. Знали ли вы, что слово тейбл можно использовать как глагол? Смотрите, как глагол это переводится. Тейбл переводится как postpone. То есть, отложить рассмотрение чего-то. To table. На русский язык это можно перевести как глагол, да? Ну да. Откладывать, да? Ставить на обсуждение. То есть, как бы это отложить обсуждение. Друзья, ну как... Ну вот он, самый лучший способ изучения языка, друзья мои. Ну вот мы с вами разбираем буквально 2 минуты, а я уже столько, даже я с моим уровнем языка столько всего интересного, друзья, изучил. Ну потрясающе. Я никогда не устану восхищаться этим подходом к изучению языка, друзья. Самый лучший способ изучения языка. Так вот, слушайте. Окей, гайз, could we table this discussion right now? Can we table this discussion right now? То есть, можем ли мы отложить это обсуждение сейчас? Ага. Потом, друзья, Хал говорит, что там находится вижен, у него майндстоун, и его нужно найти. Вижен из аутер somewhere with the майндстоун, и мы have to find him now. Угу. Потом Тони говорит, что с ним проблема, он отключил транспондер, это вы можете посмотреть, друзья, в Телеграме. Probably Steve Rogers. Потом Стрэндж спрашивает, кто еще нам может помочь, на что Дауни отвечает, что это Стив Роджерс, Капитан Америка. Probably Steve Rogers. Ага. Not that easy. God, we haven't caught up in a spell, have we? No. Друзья, я наткнулся на еще одну офигенную фразу. Послушайте, что сказал Роберт Дауни-младший. God, we haven't caught up in a spell, have we? No. Угу. Слушайте, еще разок. God, we haven't caught up in a spell, have we? No. God, we haven't caught up in a spell, haven't we? God, we haven't caught up in a spell, have we? Have we? О, друзья, друзья, ну где вы еще подобные вещи узнаете? Ну, друзья, посмотрите, что было сказано. Смотрите. God, we haven't caught up in a spell, have we? Смотрите, что было сказано, друзья. Спелл. Что такое спелл? Спелл – это колдовство, это какие-то чары. Но, глядите, что я нашел. Спелл в новозеландском означает период rest from work. То есть это период какой-то, когда мы чилим, отдыхаем. Также, друзья, смотрите, я нашел, что есть такая фраза. Sit a spell. Как бы сидеть за спелл. Это, видимо, to sit, не видимо, а это sit down, relax. Да? То есть это наслаждаться, это отдыхать. То есть это проводить время, socialize. Общаться с кем-то at one's leisure. В свободное время. То есть спелл, друзья, иногда переводится как период какого-то отдыха. Что было до этого? Тони сказал. We have not caught up. Catch up – когда вы catch up, like we have to catch up. Catch – это ловить, но когда вы используете catch up, это значит поделиться новостями. То есть как бы вообще catch up – это так же догнать. Но по сути, когда вы… We should catch up, you know, sometime. Мы должны сесть, пообщаться и поделиться новостями. То, что с нами произошло недавно. Вот это значение слова catch up. Так вот, смотрите, Тони сказал. God, we haven't catch up in a spell, have we? Говорит, блин, боже, говорит. Мы… Нам так и не удалось с тобой сесть спокойно, посидеть и пообщаться. Что же случилось? Have we? А потом используется вопрос с хвостиками. Бум! Потрясающе, друзья. Ну, видите, как я… I'm excited, друзья. Я безумно благодарен вам за то, что вы таким образом даете мне возможность создавать эти видео для вас и развиваться самостоятельно. Друзья, самый лучший способ изучения – это обучение кого-то. So, God, we haven't catch up in a spell, have we? Слушайте. God, we haven't caught up in a spell, have we? Угу, угу, угу. Avengers broke up, we're toast. Broke up? Вот. И потом, после этого, Тони сказал. Avengers broke up, we're toast. The Avengers broke up, we're toast. Глядите. Точнее, послушайте, Шёзык. Avengers broke up, we're toast. Ага. The Avengers broke up, we're toast. Слушайте, точнее, смотрите. The Avengers broke up, we're toast. А, ну, наверняка вы не знали. Это ещё одна фраза, которая, друзья, сегодня будет занесена, и которая в конце, а конец уже близок, которую я в конце у вас прошу. So, the Avengers broke up. Break up – это расстаться или развалиться. Когда парень с девушкой или муж с женой разводятся, расходятся. We broke up. Мы разошлись. We broke up. Break up. А потом, we're toast. Угу. To be toast. We're toast, типа, всё, нам крышка. Вы спросите, при чём тут тост? Да бог его знает, при чём тут тост. Но фраза wear toast, типа, нам крышка, всё, нам конец. Wear toast. Угу. Друзья, вот смотрите, эта фраза. To be toast. To be in a serious trouble. To be ruined, finished or defeated. То есть, это быть в серьёзной проблеме, разрушенном, законченном, побеждённом, да? Wear toast. Вот смотрите, пример. If mom and dad find out, we took their car out last night, wear a toast. Да, то есть, если мама и папа узнают о том, что мы взяли их машину прошлый вечером, нам крышка. Wear a toast. Друзья, отличная фраза. Давайте я тоже занесём карточку, и я скоро вас спрошу, помните ли фразу wear a toast. Так вот, смотрите. The Avengers broke up, wear a toast, да? То есть, мысители распались, нам крышка. The Avengers broke up, we're toast. Broke up? Like a band, like the Beatles? Kept and I fell out hard. Ну, друзья, я не могу остромиться. Я думал, что я смогу остромиться, но я не смогу. И глядите, ещё одна какая классная фраза, смотрите. Like a band? Kept and I fell out hard. Kept and I fell out hard. Слушайте. Kept and I fell out hard. Kept and I fell out hard. Длитите текст, потом эту фразу занесём. Kept and I fell out hard. Kept, капитан Америка, and I fell out. Fell, это вторая форма глагола fall. Fall, fell, fallen. Смотрите, что такое fell out. Смотрите, я уже посмотрел. Fall out, видите? To have an argument. Да, то есть, помимо того, что это fell out, это вывалится, да? То есть, мои волосы вываливаются. Fall out, fall out, fall out, это иметь ссору, поссориться. Видите? To have an argument. Argument, это не аргумент. Это какая-то ссора. Видите? He had fallen out with his family. Ага. Он вывалился со своей семьёй. То есть, он как бы поссорился со своей семьёй. Друзья, fall out. О, мы очень сильно поругались с капитаном. Смотрите. По-моему, это было во второй или в третьей части Капитана Америка. По-моему, в третьей, когда они просто разругались. Смотрите. Ещё разок. И занесём фразу, и, наверное, будем закругляться. Cap and I fell out hard. Да? То есть, Cap и я, мы очень сильно поругались. Fell out hard. Ага, супер. Cap and I fell out hard. Ну всё, друзья. Давайте мы на этом закончим. И так урок получился супер насыщенным, очень длинным. Но, друзья, за последнее время это, наверное, один из самых классных и крутых уроков, которые я, в принципе, для вас заснял с точки зрения нового, свежего, необычного, сочного контента, сочных фраз и конструкций. В конце, друзья, сейчас мы с вами вспомним. Я вас прошу, и я сам попытаюсь вспомнить, какие фразы мы сегодня занесли. Помните ли вы или помню ли я, как это переводится на английский язык. Ну и потихонечку будем wrap things up, потихонечку будем закругляться. Итак, поехали. Итак, первая фраза, которую предлагаем вспомнить. Тони, он напасть. Помните, напасть будет plague, вторгаться будет invade. Он берёт, что хочет, он стирает с лица земли. Стирать с лица wipe out. Давайте послушаем, вспомним. He's a plague, Тони. He invades planets, he takes what he wants, he wipes out half the population. Half the population. Дальше. Каковы наши сроки, никто не может сказать. Помните, сроки это будет timeline, what's our timeline. Никто не может сказать, no one telling. What's our timeline? No telling. No telling, no telling. Дальше. Он мог бы уничтожить жизнь в масштабах, которые даже не помышлялись до этого момента. Помните? He could destroy our life in a scale hitherto dreamt of. Hitherto. Помните, до этого момента это будет hitherto. He could destroy life on a scale hitherto undreamt of. Запоминаем целую конструкцию, которая даже не помышлялась до этого момента. Которая даже в мечтах не была до этого момента. Hitherto undreamt of. Дальше. Ты серьезно сейчас наклоняешься на котел космоса? Помните, котел будет cauldron. Давайте вспомним. I'm seriously leaning on the cauldron of the cosmos. Cauldron это котел, если вы не знали дальше. А я поклялся, не есть мороженое, но Бен и Джерри назвали вкус в честь меня. Помните? Поклясться это swear off and I swear off dairy. Но dairy это не мороженое, это как бы молочная продукция. And I swear off dairy, но берри назвали вкус... They named a flavor after me, да? And I swear off dairy, but then Ben and Jerry's named a flavor after me, so... Ага, окей, дальше. Помните, бред сумасшедшего это будет Raven. Бред сумасшедшего Старка со вкусом фундука. Фундук будет hazelnut. А потом Стрэндж сказал немного похоже на мел. Помните, похоже на мел будет a bit chalky. Чок это мел. Дальше. Да, и наоборот, это может быть его лучшим шансом против нас. Помните, наоборот conversely. Потрясающе, дальше. Ладно, парни, мы тоже сейчас можем... Мы можем сейчас отложить это обсуждение. Отложить будет to table. Я уверен, что вы не знали этот глагол. Это слово в качестве глагола. To table, это значит отложить обсуждение. Слушаем. Окей, guys, could we table this discussion right now? Я-я-я, окей, дальше. Черт, нам так же не получилось. Поделиться новостями в спокойной атмосфере. Так ведь, помните? Поделиться новостями в спокойной атмосфере. So we haven't caught up in a spell, have we? Я эту фразу помню. Понните ли я вы? Потрясающе, потрясающе. Так, дальше. Мы уже близки к концу. Мстители распались, нам крышка, да? The avengers broke up, we're toast. Ну и последняя фраза, которая была... Кэп и я очень сильно поругались. Кэп и я fell off hard. Кэп и я fell out hard. А, not fell off, fell out. Кэп и я fell out hard. Угу. Ну все, друзья. Вот таким вот супер насыщенным, друзья, выдался урок. Если вы хотите потренироваться с этими карточками, переходите в мой телеграм, переходите на сайт, скачивайте, друзья, эти карточки, скачивайте программу приложения Anki. Подписывайтесь на канал, друзья, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, скидывайте небольшой донат. Это небольшое спонсирование, спонсорский внос в это потрясающее видео, которое вы теперь получаете от меня. Ну и как всегда, друзья, учите английский с удовольствием, делайте это вместе со мной, с каналом English with Peter. Ну а мы увидимся уже скоро, друзья мои, в следующем видео. Stay tuned, guys. See you later.